Итак, друзья, долгожданное и знаковое заседание Федеральной резервной системы состоялось. И, собственно, как же складываются дела? Можно было бы, конечно, сейчас просто ограничиться тем, что индексы пошли наверх, выше уровня 4.150 на данный момент тестируют почву S&P 500. Но это было бы, наверное, слишком поверхностно и просто. И в действительности сказать, что сейчас быки прямо резко одержали победу над всеми медвежьими опасениями, я бы не торопился и как раз вот в этом видео расскажу некоторое количество нюансов, которые были в ходе пресс-конференции Пауэлла и даже в ходе очень и очень разноречивых оценок этой пресс-конференции. Даже ведущие СМИ, которые обычно стараются рынком все-таки дать некую, так сказать, указивку, такую направляющую линию единую западную, имею в виду медиа финансовые, здесь, в общем-то, не сходятся все в оценках, достаточно по-разному они подходят. И поэтому я, так сказать, начну, что называется, не то что по порядку, а так как вот мысли, мне кажется, логично формулировать. Прежде всего, слушая пресс-конференцию Пауэлла, я лично обратил внимание на то, что начал-то он на самом деле явно не с глубинных высказываний, начал он с весьма такого захода жесткого. И поэтому первые несколько минут, кстати, реакция рынка была негативная. И только чуть позже, да, спустя уже вот эту вот первую, так сказать, волну, попытку ногу вниз такую нарисовать на графиках, большие фонды подхватили уже, собственно говоря, рынок, понесли его вверх, хотя не сказал бы, что дальше речь она была на самом деле сколько-нибудь мягкой. Ну вот если какие-то моменты сформулировать изначально, и на это, кстати, не только я обратил внимание, скажем, при обсуждении на CNBC, вот один из обозревателей тоже этот момент отметил, то есть у них разошлись мнения, вот в эфире, которые я видел, и, соответственно, можно говорить, что, наверное, имеет право на существование достаточно различный подход даже вот к этой вот речи, которую вроде бы уже СМИ обозвали более голубинной. Что же в нем голубинного, если она, в принципе, начиналась с того, что Федорезерв сразу сказал, что он будет и дальше придерживаться выбранного курса на ужесточение монетарной политики, пока эта работа не будет выполнена, а от работы подразумевалась инфляционная цель. То есть то, что инфляция по-прежнему, несмотря на то, что ее там Фед оценивает в 5%, он смотрит свой показатель, да, вот PCE-индикатор потребительский, а не CPI, не индекс потребительских цен. Но, тем не менее, да, это и сам ФРС пишет, и, собственно говоря, Джером Пауэлл об этом сказал, что это по-прежнему повышенная инфляция, и что подрос кор, так называемый индекс, ядро индекса, что он остается высоким, и вот пока все это не будет демонстрировать явных признаков к снижению, до тех пор Фед твердо привержен возвращению инфляции к целевому показателю в 2% и будет продолжать, и вот здесь вот эту фразу, я на нее обращаю внимание, держать высокие процентные ставки дольше. Higher for longer. Вот это вот сочетание, которое многие воспринимали на предыдущих заседаниях, прям как-то красную тряпку для быков, которая их останавливала. Вот это higher for longer, то есть выше на более долгий срок. Эта фраза была повторена не где-нибудь там, далеко, а прям практически в самом начале, да, то есть кроме этой фразы, там еще в заготовленных ремарках, которые были сделаны прям в текстовом виде, которые Пауэлл зачитывал, вот прям во вступительной фразе говорилось о твердой, строгой приверженности ФЭД к возвращению инфляции к целевым уровням, к тому, что мы не слезем как бы с рынка до тех пор, пока эта работа не будет выполнена. Ну и вот, как бы смотрите сами фразы. За прошедший год, сказал Пауэлл, мы предприняли решительные действия по ужесточению денежно-кредитной политики, мы проделали большой путь, и в полной мере последствия этого быстрого нашего ужесточения пути пока еще не ощутимы. Вот, в принципе, это была одна из первых фраз. Нам предстоит еще многое сделать, и пока нет стабильности цен, экономика ни на кого не работает. И, соответственно, это не обеспечит и устойчивые условия на рынке труда, которые принесли бы пользу всем, если не будет побеждена инфляция. Вот это прямо начало пресс-конференции. Поэтому, как бы, назвать это мягким, ну, не знаю, как бы, знаете, вот, значит, его покривить, на самом деле, душой против совести. На самом деле, в целом, в ходе пресс-конференции, там много было разных вещей сказано, и при желании из нее можно было вытащить, как какие-то обоснования, так сказать, на то, что, может, Федорезерв и не будет так жесток, и можно было вытащить что-то другое. Пожалуй, вот я бы выделил из того, что можно отнести к сравнительной мягкости, пожалуй, только один ответ на вопрос, который, собственно, вот многие и цитируют. Это ответ на вопрос как раз корреспондента из CNBC, стива Лизмана. Он задал Джером Пауэллу вопрос, возможно ли, здесь формулировка важна, что базовая процентная ставка, целевая, будет в итоге сохранена на уровне все-таки ниже 5%, а сейчас она, собственно, поднята в диапазон 4,5-4,75, да, то есть вплотную буквально уже поднята. То есть, грубо говоря, можно этот вопрос было переформулировать, а возможно ли, что будет всего одно повышение, а не 2-3, там, больше? И вот на этот вопрос Пауэлл ответил, что да, это безусловно возможно, it's certainly possible, вот эта формулировка, что, конечно, это возможно, что не будет ставка заданная выше 5%. Такой ответ был, и это один из первых ответов на вопросы. Ну, естественно, там порядок того, как задаются эти вопросы, кто на них отвечает, обычно тоже определяется заранее. Но при этом Пауэлл сказал, что без действительно значительного, так сказать, вот поворота инфляции вниз, нельзя сказать, что мы на самом деле достигнем какого-то успеха, нельзя будет назвать политику успешной, и действительно придется потерпеть несколько заметное, так сказать, увеличение безработицы. То есть, в принципе, о том, что какие-то негативные последствия впереди ждут, он сказал, даже прямо здесь, но при этом, да, вполне возможно, certainly possible, что вот ставка будет все-таки, конечно, это ниже 5%. Замечу, что буквально в другом ответе на вопросы он говорит о том, что вообще-то Федрезерв обсуждал, что будет еще как минимум пара повышений процентных ставок, и что, во всяком случае, вот эта вот тема, что возможно несколько повышений процентных ставок, вот, это значит уже два заседания, а это значит уже больше 5%. Поэтому, в принципе, таким же успехом и на этом можно было бы сказать, certainly possible, вполне возможно, если бы вопрос сформулирован. А возможно ли, что ставка будет выше 5%? Пожалуйста, да, и это вполне возможно, если бы вопрос был задан так. На самом деле, судите сами, насколько уверены могут быть инвесторы в дальнейшем движении, если такие разноречивые формулировки, вот даже в ходе одной пресс-конференции, здесь же, на этой же пресс-конференции, Пауэлл сказал, чтобы никто не ожидал снижения ставки в 2023 году, то есть до какого уровня ее там догонят, ниже 5%, выше 5%, какая она там будет, снизить ее не снизит. Это он четко сказал, и прям так и высказал, не снизит, несмотря на то, что это прогнозирует некоторые крупные инвестиционные стратегии. Вот прям фраза тоже есть. Учитывая наш прогноз, ФРС-прогноз, я не вижу ситуации, сказал Пауэлл, чтобы мы снижали ставки в этом году, если наш прогноз по инфляции сбудется, и что он не обеспокоен тем, что происходит, что рынки закладывают, возможно, какое-то еще дополнительное смягчение денежных условий. Под смягчением денежных условий в последнее время принято понимать разницу между стопроцентной ставкой по заемным средствам, то есть ставкой ФЭД, и инфляцией. И вот что в связи с этим оно влияет, например, на доходность облигаций. Вот доходность казначеек снизилась за вчерашний день, там уже до уровня 3,40 она опустилась. Как результат, собственно говоря, того, что доходность снизилась до этих уровней, естественно, меньше получают те, кто в такие облигации будут складываться. И то, что доходности позволили по десятилетним бандам спуститься ниже 3,5, уже заметно. Это происходит благодаря как раз вот этим ожиданиям рынка, так сказать, обоснованной или беспочвенной, судите сами, но благодаря ожиданиям, что процентные ставки ФРС, может быть, certainly possible, да, не зайдут слишком далеко. Теперь в результате казначейство по долгам американское может платить и внутренним своим там заемщикам, и внешним инвесторам меньше, но чтобы под эту меньшую доходность банды начали покупать, а пока этого активно не происходит, раз рынки растут, то есть есть альтернатива, технологические акции подскочили, мы все это видим вместе с основными индексами. Значит, соответственно, если хотят они направить потоки в банды, то не исключено, что для этого нужно все-таки, чтобы рынок вернулся в итоге к снижению, да, потому что если есть снижение, есть от чего защищаться, то и по низкой доходности инвесторы будут в долговые бумаги вкладываться. Поэтому по-прежнему я бы сказал, что вот вчерашняя пресс-конференция, вся эта ситуация, она не изменила, на мой взгляд, расклад оценок, что движения вот эти вот аптеки, которые происходят по-прежнему, могут быть проданы рынком при определенных условиях, и что это только, может быть, часть красивой комбинации. Первый ход в страшной партии, как говорил Мак Грэндальф. Ну вот все вместе взятое, если сейчас кому-то, может быть, уже, так сказать, терпение, все детали дослушать не хватит, на мой взгляд, тем не менее, они означают по итогам вот этой текущей недели одну простую вещь, конкретную простую вещь, что вопрос недели, это удастся ли неделю закрыть на тех пиковых уровнях, или хотя бы близко к ним, хотя бы близко к уровню 4.150 или тем более выше. И если удастся, то это один расклад, тогда движение может быть разогнано и выше, но даже с этим могут возникнуть сложности. Повторяю, что даже закрытие высокой недели не гарантирует, что частные инвесторы мелкие, такие как мы с вами, или игроки тем более покрупнее, что они захотят продолжать скупать активы на этих повышенных уровнях. Я уже не говорю там про движения, какие-то прям, где акции очень сильно за последний месяц выросли. Конечно, есть бумаги, которые очевидно выше рынка и заметно. Я, собственно, говорил вам за декабря о том, что Тесла наверстает свое, и мы сейчас видим, как это происходит. Дисней, Нетфликс, те компании, которые я упоминал, ну, как примеры, да, можно и другие примеры приводить, видим, что они идут до гонку. Но, например, некоторые, которые уже переписывали свои максимумы в течение декабря или января, прям годовые, Катерпилла, например, они на своем отчете присели, скажем. Поэтому вот окончательный расклад, он может быть с учетом еще и того, что отчеты выйдут четверг вечером, уже после закрытия рынка, то есть рынок реагирует на них будет только в пятницу, ну, и за следующей неделе, трех крупнейших компаний-гигантов из этих секторов – это Google, это Amazon и Apple. Ну, если с Apple сюрпризы какие-то негативные наименее вероятны, хотя, как говорится, вот как воспримут вопрос еще, видим, что выше 150, пока Apple вот сам по себе на ожидании не хочет идти за акцию, то по Amazon могут быть вопросы легко, с учетом стоимости доставок, которая может повлиять на прибыль. Прибыль может быть снижена даже при очень высокой выручке. Вот эти все моменты, как бы, да, они еще будут учтены. Соответственно, с учетом тех отчетов, которые еще не вышли, вопрос остается основной, наверное, это захотят ли на текущих уровнях инвесторы что-то докупать, потому что дорого, да, по сравнению с тем, что было в течение всего января. Если в результате продлится это движение хотя бы несколько дней стабильно, то возможно, что удастся загнать, соответственно, индексы на более высокие уровни. Это, опять же, не говорит о долгосрочном, там, многомесячном ралли, но, по крайней мере, это может говорить о позитивной перспективе февраля. Но если рынки просто простагнируют несколько дней на вот этих завышенных уровнях, учитывая, что таких уровней не было с августа месяца, то есть это действительно максимумы близкие к максимумам августа, а в августе, если помним, как раз вот Джером Пауэлл на симпозиуме в Джерсон Хоул и объявил о быстрых темпах повышения ставок, то есть с тех пор рынки активно ушли в стадию падения. Но в целом этот даунтренд у нас продолжается весь 22-й год, и откаты, которые наблюдались в определенные моменты, как и движение, которое идет сейчас, в принципе, являются все-таки небольшой частью движения общего, которые по-прежнему от пиков прошлого года довольно-таки заметны. Поэтому вот вопрос, что рынок дальше сделает с этими аптеками. То, что несколько смягчилась ситуация, то, что предполагаемое мной, например, возможное падение в январе не состоялось, да, это уже факт, это мы видим, что рынки, в общем, полегче воспринимают происходящее. Но говорить о том, что дело наводилось надолго, я бы, в принципе, не торопился в этой связи. Дурак учится на своих ошибках. К сожалению, в инвестициях это был мой случай. Умный на чужих, а предусмотрительный учится с загодя. Новый курс для инвесторов от Алексея Бочарова. Фундаментальный анализ и стоимость компании. 10 уроков о том, как правильно оценить акции, которые мы покупаем. Курс стартует в феврале 2023 года. Ссылка на подробную информацию и регистрацию в описании к видео. Если говорить о каких-то еще заявлениях, которые Пауэлл сделал, я всего парочку вещей процитирую. Первое, это то, что рынок недвижимости слабеет, на этой оценке видят. И то, что ВВП растет не так быстро, то есть очень умеренные темпы, но при этом сильный рынок рабочей силы. Казалось бы, ну и что в этих заявлениях, да? При этом он упоминает, что рост зарплат по-прежнему повышенный. Но дело в том, что вот если на этой пресс-конференции не так много внимания уделялось последствиям этой темы, то есть это не было как бы в увязке сформулировано, то, например, на прошлой декабрьской говорилось, что именно рост зарплат и именно слишком как бы сильный рынок труда, это и есть угроза, которая может давить на инфляцию. То есть именно с потребительским спросом и с ростом зарплат как бы ФЭД и намерен бороться. Поэтому теоретика лица вывода, да, на мой взгляд, это означает, что сказанная после этого буквально фраза там через пару предложений «нет повода для самоуспокоенности», она означала именно то, что здесь есть угрозы именно инфляционного характера. И Пауэлл напомнил после этого про двойной мандат ФЭД, известная тема, что они отвечают за два показателя, за полную занятость и за инфляцию ниже определенного целевого уровня. Так вот, он напомнил о том, что цели каких-то конкретных по занятости, собственно говоря, ставить и невозможно, и наоборот, что ситуация на рынке труда с занятостью, она будет хорошей только тогда, когда будут достигнуты цели по инфляции. И одновременно, как раз, заметь, что ФЭД выложил заявление свое, подтверждающее то, что они еще сформулировали в августе 2020 года, а именно, что конкретных целей по занятости ставить не надо. Понятие это размытое, так и сказано, да, и, соответственно, целевой показатель нужен по инфляции, вот его мы будем соблюдать 2%. А занятость, как говорится, понятие более сложное, исследование может и подлежить, но регулированию с каким-то конкретным целевым уровнем нет. Вот об этом ФЭД напомнил. Этого не было в прямую в пресс-конференции Пауэлла, но, в принципе, среди официальных документов, двух, всего двух, которые были выложены на сайте ФЭД резерва, первый это стейтмент о том, что подняли процентную ставку на четверть процента, и что дальше могут поднимать, и второй стейтмент, вот это вот заявление, которое подтверждается 2020 года, что цель у нас по инфляции, а по безработице, ну, какая там, типа, будет, такая будет. Вот на этот момент я бы тоже, собственно говоря, обратил ваше внимание. На момент вот этой записи я еще не смотрел пресс-конференцию ЕЦБ, оставил, как говорится, на потом, но в целом решение ЕЦБ уже известно, и я думаю, что и вы его уже знаете. ЕЦБ поднял Европейский Центробанк ставку на полпроцента, так же, как и Банк Англии поднял на полпроцента, и ЕЦБ намекнул на то, что, видимо, на следующем заседании, на мартовском, тоже поднимет на полпроцента. То есть, здесь, видим, тоже сохраняется некая ястребенность, но рынок спокойно с этим справился, просто постольку поспольку, в общем, понимает, что, ну, наверное, если замедление будет действительно в вопросе ставок, пауза какая-то без резких повышений со стороны ФРС, то, скорее всего, другие центробанки, они будут двигаться в этом же ключе. То есть, если ФРС в таком заседании остановится, скажет, что у нас пауза, то ЕЦБ сделает там, если не на этом, то прямо на следующем заседании тоже паузу. Поэтому, как бы, рынок помягче относится к тому, что там сформулировал Европейский Центральный Банк. Из заявлений Европейского Центрального Банка выделить можно, пожалуй, лишь ту фразу, что политики по-прежнему сосредоточены на сдерживании все еще повышенной инфляции, которая, несмотря на недавние данные последние, все-таки свидетельствует о том, что цены в еврозоне, возможно, прошли пик, но все еще остаются высокими. И ЕЦБ заявляет, что он продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Вот это вот как бы все сформулировано. Вероятность повышения на следующем заседании еще на полпроцента от ЕЦБ рынок оценивает, ну, где-то близко к 90% до сих пор. Поэтому на рынке это не давит лишь по стольку-поскольку. Главным все-таки считается ФЭД. То, что ЕЦБ уже повысило ставки до уровня в 3%, Банк Англии до уровня в 4%, это, что называется, ожидалось, это заложено в цены, само по себе не является событием. А на столько детальных прогнозов именно по европейским делам все-таки рынок не строит в отвязке от прогнозов по Федеральному резерву. Поэтому, конечно, основным событием, все-таки ключевым, было то, что сформулировал ФЭД резерв. На это сейчас и ориентируется. Но теперь следующий, как бы и главный уже вопрос, который я уже сформулировал только что, это как среагирует, собственно, рынок. То есть рынок, даже вот этот уже состоявшийся подъем, в основном, в основном, реагировал все-таки некоторым замешательством. То есть, как правило, это какие-то большие деньги, которые быстро по горячим следам влились, подняли цены. А вот насколько удастся с этих цен двинуться хоть немного дальше, поднимутся ли по широкому спектру бумаги, а не отдельные компании, да, это вопрос, который остается главным. То есть в данном случае все будут смотреть друг на друга, друг на друга, это значит на графике. Поэтому первый фокус – это как закроется неделя и главный фокус. И в дальнейшем уже от того, насколько она высоко закроется, или может рынок вообще вернут к уровню, там, 4-100 с очень небольшими какими-то там копейками пунктов, в зависимости от этого уже следующая неделя будет строиться. Так или иначе, думаю, не мешает, принимая решение, следить за отчетами главных компаний, потому что они зададут тон. Вот как на прошлой неделе, например, Microsoft там задавал тон, отчет, который он был прогноз формулирован не очень, так скажем, он в течение там целого дня гнал рынок вниз, пока некоторые другие отчеты не наложились и не скомпенсировали этот эффект. Сейчас, в принципе, вот эта вот волна движения вверх, важно, поддержат ли ее три крупнейших гиганта в первую очередь. Это Amazon, это Google и Apple. Вот на них сейчас внимание рынка и внимание рынка на закрытие недели. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансово-аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.